Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Темы, которые так волнуют общественность, в последнее время сменяют одна другую со скоростью, за которой простому обывателю явно не поспеть. Не успели обсудить затянувшийся полет российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, как следом за ним от ворот-поворот получили российские журналисты. А перед тем мы все бурно обсуждали роль неправительственных организаций в политической жизни страны. Но все это сегодня вытеснило очередное противостояние между правящим большинством и президентом. Молдавских воинов, вопреки распоряжению главнокомандующего, отправили участвовать в учениях на территории соседней страны. Но что характерно, это политическое столкновение ожидает своего разрешения в правовом поле. Ждем вердикта Конституционного суда. О правовых аспектах военного, в кавычках, конечно, конфликта между правительством и президентом, поговорим с сегодняшним гостем, доктором права Сергеем Мишином. Здравствуйте! Добрый вечер! Итак, наступила такая правовая фаза противостояния правящего большинства и президента. Вот ваш комментарий. Почему это стало возможным? Каковы юридические тонкости всего вот этого процесса? Или вот процесса, в чью оболочку попало вот это событие, связанное с отправкой наших военных? Ну, вы знаете, я вам скажу, что здесь не правовая фаза все-таки наступила, а наступила политическая фаза борьбы. К сожалению, наша исполнительная власть либо не хочет, либо не умеет соблюдать те законы, которые существуют сегодня в Республике Молдова. Данной отправкой, данным постановлением, которое они издали и отправили 57 военнослужащих на учения, они вообще написали в своем постановлении, что это не учения, а курсы, в соседнюю страну, оно противоречит в первую очередь Конституции. В какой области? Ну, согласно 86-й статье Конституции Республики Молдова, у нас президент, это его полномочия в области обороны. Там четко говорится, что он является главнокомандующим в Республике Молдова. То есть он не министр обороны, министр обороны это персонали, которые входят в состав правительства по должности, но основное подчинение его идет к главнокомандующему, то есть президенту страны. На сегодняшний момент мы с вами знаем, что у нас нету министра обороны и исполняет обязанности его первый зам, господин Галбург. Ну, в бытность, насколько я понимаю, то, что господин Галбург был до этого тоже зам министра обороны и был замом у ветеринара, наверное, ему передались более ветеринарские, скажем, качества, а не военные, которые должны быть. Ну, это эмоции. Это эмоции, но, понимаете, дело в том, что он военный человек, да, и если по закону, вот он исполнил по закону то, что он должен был сделать, их пригласили на учение, да, неважно сейчас какую страну, но пригласили. Он оповестил об этом главнокомандующего страны, на что получил отказ. Получив отказ... Прямой указ не участвовать. Нет, просто, да, это не просто прямой указ, это резолюция на его прошение отправить определенный контингент войск на соседнюю территорию на какие-то учения. Он получил отказ. То есть президент уже поставил точку в этом вопросе. Нет, под покровом ночи наше правительство доблестное, несмотря на то, что у них нет на это полномочий, берет и выносит свое постановление. И, причем, вы знаете, вот меня удивил тот факт, то есть вот монитор офичал, да, это официальная газета, где публикуются все нормативные акты. Обычно она выходит один раз в неделю по пятницам, да, экстренные выпуски предусмотрены по вторникам, а тут он вышел, экстренный выпуск вышел в среду. То есть еще одно, скажем, нарушение, которое есть, на которое мало кто из юристов обращает внимание, но оно существует. Но есть с другой стороны, есть закон об обороне Республики Молдова, где в статье 25, в пункте 2, под пункт А и Д четко указано, что только главнокомандующий имеет право отправлять на курсы, учения и иные другие сборы армию Республики Молдова. В статье 29 этого же закона четко прописано, что только согласие главнокомандующего имеет право отправить военный контингент за пределы Республики Молдова, на любую территорию. Причем неважно, едут они делегации по обмену опытом, едут они на учения, это разрешено только с разрешения главнокомандующего. Нигде не написано о том, что это имеет право сделать правительство своим постановлением. То есть что об этом говорить? То есть они нарушили Конституцию в области того, что превысили полномочия. И они нарушили закон. Ну, многие юристы, конституционалисты говорят, ну понимаете, вот вышло постановление правительства, вышло, а декрет, который это постановление правительства приостанавливает, не опубликован. Должен ли быть опубликован указ президента? Да. То есть когда он вступает в силу? В таком случае с момента публикации или может быть с момента, когда поставлена подпись? Вот вы знаете, тут как бы президент в данном случае поступил очень мудро. И впервые, наверное, за последние лет 15, да, президент страны воспользовался правом приостановить нормативный акт правительства. То есть это 88-я статья, пункт И. Но, вот если мы просмотрим хронологию именно конституционную, законы, которые принимает парламент Республики Молдова, должны быть опубликованы в мониторе официал, вступают в действие с момента опубликования, если в законе не указано иное. Это я цитирую прямо статью Конституции. И после чего стоит точка и написана следующая фраза. Если закон не опубликован в мониторе, он считается недействительным. Теперь обращаемся к 102-й статье Конституции. Это какие нормативные акты издает правительство. Ну, юристы все знают, это постановление правительства, ордонансы и распоряжения. Так вот, там тоже четко указано, в пункте третьем, о том, что постановление правительства публикуется в мониторе официал, в обязательном порядке. И опять после точки стоит такая фраза. В случае, если постановление правительства не опубликовано, оно считается недействительным. Если мы обратимся к статье 94-й Конституции Республики Молдова, это какие нормативные акты издает президент, указы президента. То там написано, что указы президента должны быть опубликованы в мониторе. И все. То есть нет другого пути. Да, они должны быть опубликованы. Но не сказано, что они вступают в силу в момент опубликации. Или, допустим, не сказано, что если не опубликованы, то они не действительны. Понимаете? И еще один момент, который не учло правительство. Они учитывают некоторые юристы, которые заявляют, что раз не опубликован указ, это значит, он не действует. Если мы прочитаем правильно этот указ, пункт третий гласит, что данный указ вступает в силу с момента подписания. То есть вот как президент поставил подпись под этот указ, значит все, он вступает в эту силу. А в мониторе он может быть и в пятницу опубликован, или на следующей неделе он вступает в силу с момента опубликования. Бытует мнение многих юристов, с которым я тоже могу согласиться, о том, что есть, скажем так, указы общего характера. Понятно, что указы президента должны соблюдаться всеми гражданами Республики Молдова и действовать на всю территорию. А есть индивидуального характера. Этот указ президента по поводу приостановления правительства можно считать индивидуальным. И это опять-таки еще один мотив, что указ президента вступает в силу с момента подписания, а не с момента его опубликования. То есть все вот эти мотивы, которые сегодня приводят конституционалисты, многие, не все, юристы, которые в угоду власти, в угоду правительства пытаются сегодня защитить. И, соответственно, вы же понимаете, что на какой промежуток времени постановление приостановлено? До вынесения решения Конституционным судом. Естественно, президент, долго не откладывая в ящик, 6 числа было подготовлено протестование данного постановления в Конституционный суд. И 7 числа данное протестование было зарегистрировано официально в Конституционном суде. Ну, мы с вами, даже мы с вами уже сколько раз говорили о том, что Конституционный суд у нас выносит очень разные решения и не всегда соответствующие юридическим нормам и закону в Республике Молдова, то сегодня, я так подразумеваю, что власть направила своих экспертов на различные каналы, для того, чтобы они давали вот эти вот маленькие-маленькие подсказки Конституционному суду, Ну, как можно выкрутить, что все-таки постановление вступило в силу и все-таки контингент правильно поехал, а не то, что указ президента вступил в силу, то, что отказ был раньше, чем бы постановление правительства. То есть, на сегодняшний момент ведется уже юридическая борьба между различными юридическими сословиями, и это больше идет на то, чтобы подсказать Конституционному суду, какие мотивы ставить в решение, что правительство право или правильно приняло данное постановление. Ну, кабинет министров, конечно же, будет представлен в Конституционном суде и будет представлен своими аргументами, в том числе, ну, аргументы о существовании там соглашений на таком правительственном уровне, о том, об участии молдавских воинов в тех или иных там миротворческих операциях, в совместных учениях и в целом, так сказать, таком наборе там тренингов. Аргументы со стороны президента, в частности, мы сейчас, так сказать, президентской стороны, в частности, разобрали. Но вот как вы думаете, вот в этом противостоянии, насколько сильны аргументы той или иной стороны? Потому что ведь Конституционный суд, да, он будет выносить свое решение, он здесь, так сказать, решение, которому мы подчинимся, но в этой ситуации ведь, ну, сами понимаете, Конституционный суд уже неоднократно был критикован в той или иной ситуации, когда выносилось решение, которое казалось, ну, не знаете, алогичным. Вот сейчас, насколько вот аргументы президентской и правительственной сторон... Вы знаете, у правительственного аргумента действительно будет один, что вот они должны учиться, они должны совершенствовать свои навыки, должны участвовать в различных совместных учениях. Ну, правильно, это действительно, если мы хотим иметь нормальную армию, должны... Ну, тогда сначала вопрос, раз вы уж приводите такие аргументы, скажите мне, пожалуйста, а как вы кормите солдата, в каких казармах они живут? Может быть, боеспособности, подготовленный солдат нужно с этого начинать? Не куда-то их посылать, да, 57 человек? Почему 57 послали, понимаете? То есть, и вот с ними же поехали за государственный счет, много людей. А транспортировка сколько стоит, ну, по последним данным, вроде это около полутора миллиона лет, только чтобы транспортировать этих 57 человек отсюда на Украину, в соседнюю страну. То есть, понимаете, вот этот довод правительства, что их надо обучать, абсолютно правильно. Почему вы тогда не проводите учения или... Нет, проводите, но очень мало учений на территории Республики Молдова. Пригласите сюда, согласно тех же соглашениям. А знаете, почему они не приглашают? Да по одной простой причине, им стыдно. Им стыдно, что они не могут показать технику. Им стыдно, что они не могут показать оружие. Им стыдно, что они выдают на тех же стрельбах солдатам по 5 патронов. Как пригласить кого-то, если эта армия не содержится нормально? Если на эту армию никто не обращает внимания. Президент же, как главнокомандующий, когда выносил данное решение и запрещал участвовать именно в этих учениях, он же не говорил, что во всех. Во всех это только сегодняшний указ, после того, как его ослушались. И то он не сказал, что он запрещает. Он четко указал на то, что любые выезды армии на любые учения только согласие главнокомандующего. Это не запрет. Это просто говорится о том, что давайте, куда поехали наши солдаты сегодня? В Украину. Это как раз еще один аспект такого международного характера. На территории Украины, это не секрет, сейчас идет противостояние, это, назовем так, гражданская война. Гражданская война, четко это есть понимание. Идет вооруженный конфликт. И участие в проводить учения в стране, где идет такой конфликт, мне кажется, крайне неверно с точки зрения международной юриспруденции. Нет, я вам даже больше того скажу, что Генеральная Ассамблея ООН приняла пакт о том, что учения, особенно с использованием иностранного контингента, на территориях стран, где идет гражданская война, категорически запрещено. Это пакт ООН. То есть тут мы далеко ходить не будем. Но почему-то на сегодняшний момент, тут тоже есть загадка, ООН не выносит никакой резолюции по вопросам Украины и по вопросам того, что сегодня НАТО, куда поехали и наши 57 человек, проводят учения на этой территории. Вопрос тоже для чего. То есть вы понимаете, что мы отправили сегодня наших ребят, армейцев, в горячую точку, можно сказать. Мы не знаем сегодня, а если опять начнут бомбить, а если начнется военная атака со стороны Донбасса или украинская армия Донбасса, и они в ответ будут обороняться. И не дай бог, это все пойдет туда, где проходит сегодня учение, и пострадают наши ребята. Как тогда правительство будет оправдываться перед родителями, перед обществом, что они своим постановлением ночным отправили туда ребят? Туда же поехали не только офицеры, туда проехали простые солдаты. И вот этот вопрос ни у кого не возникает. И вот как даже в том же Конституционном суде они будут оправдывать этот момент? Никто не может сегодня сказать. Но риск очень большой. Нельзя в такое время, в такую страну посылать военный категет. Тем более вы этим нарушаете пакт Генеральной Ассамблеи ООН. Вы нарушаете международные нормы. Но и это наши власти, к сожалению, сегодня не останавливают. Почему? Да очень просто. НАТО сказала надо, власть ответила есть. Понимаете, вот это самый больной вопрос сегодня. То есть они ищут на сегодняшний момент различные уловки. Они сегодня ищут прерогативы, чтобы только угодить. Угодить Западу, угодить во всех вопросах. Иначе они понимают, что если они не угодят сегодня, завтра не будет финансирования. Ну вот всем известно это выражение двойных стандартов. Я думаю, что далеко не секрет, что это означает. И мы живем в Молдове в такой вот действительности двойных стандартов. Сегодня мы говорим о том, что будем успешны. Немножко отойду от нашей военной темы. Успешно подписав соглашение об ассоциации, мы развернем экономику к будущему развитию. Мы сумеем сделать успешной нашу экономику. В итоге получили полный развал и эмбарго со стороны нашего главного экономического партнера. наших со стороны практически главного рынка сегодня, если не планеты, то Европы точно, со стороны России. Двойные стандарты сегодня даже в отношении вот этой ситуации с солдатами, с воинами. Есть главнокомандующие, чьи приказы по умолчанию, они прописаны в воинском уставе, нужно выполнять. Но в то же время есть еще правительство, которое финансирует армию, выделяет там средства бюджетные, подписывает те или иные документы для того, чтобы они ездили, участвовали в международных операциях. Миротворческого характера, слава богу. Но тем не менее, в общем-то, вот такая двойственность в сегодняшней молдавской политике сказывается во всем. Не так, буквально, ну не знаю, днем ранее, вот в этой же студии прозвучало утверждение от человека, которого трудно заподозрить в симпатиях к сегодняшнему президенту и в той ситуации, в которой он находится. Прозвучало утверждение о том, что сегодняшние воины, они, так сказать, более прозападные, более проеверпийские, чем само правящее большинство сегодня. Речь идет о том, что в самой армии есть некая тоже двойственность. Мы говорим о патриотизме, о том, что нужно быть верным своему народу, своему главнокомандующему, как диктует воинский устав. Но в то же время выросло поколение воинов, которых, ну, в общем-то, интересуют гранты, интересуют участие в тех или иных учениях, миротворческих операциях, как возможном источнике, ну, пополнения своего финансового довольствия. Потому что это кормит. Ездили в Ирак, участвовали в разминировании, ну, во всяком случае, это ведь тоже и командировочные, и суточные, это все сказывается. Но вот здесь получается, что тема патриотизма за всем этим растворилась. Хотя, в общем-то, мы вправе рассчитывать на то, что наши вооруженные силы являются главными носителями идеи патриотизма. Ну, вы знаете, я вам скажу, что тот политолог, который сказал о том, что наша армия более прозападная, чем власти, это где-то, может быть, он и прав с точки зрения финансов, да. Но, с другой стороны, тогда у меня вопрос очень большой к тому правительству, которое у нас сегодня существует, которое, да, ведь как у нас... Чью армию в итоге она кормит? Нет, не чью армию она кормит. У меня вопрос, когда вы предлагаете кандидатуру министра, да, вы должны исходить из критериев определенных. То есть, министр должен заниматься чем? Министр должен в первую очередь готовить свой аппарат к патриотизму. И, соответственно, этот аппарат уже должен по частям и по цепочке передавать этот патриотизм дальше. То есть, если вы сегодня часть армии, часть военных, которые служат, которые обучают наших солдат более прозападно, не промолдавское, да, то, извините, тогда эти люди не должны вообще служить в этой армии. А за что тогда у меня вопрос, им платят заработную плату? Давайте уж начнем с того. Они же получают заработную плату за то, что служат, за то, что занимают данный поезд. Они еще плюс дополнительно получают пайковые, они дополнительно получают за звание, они стремятся стать выше рангом, чтобы получать больше. Поэтому много генералов у Молдавска. Ну, понимаете, опять, генералов это спасибо тем президентам, которые ведь, кто присваивает звание генерала? Президент. Только президент имеет право присвоить звание генерала. До полковника присваивает правительство, а свыше только президент. Спасибо тем президентам предыдущим, которые сделали такое массовое, незаслуженное количество генералов в этой стране. Причем я сейчас не беру только армию. Я и по прокуратуре могу сказать, и по таможенному департаменту, и по МВД, и по многим другим структурам. Что звания просто сыпались, даже, ну я не беру сейчас советские времена, но я помню 90-е времена, когда звания генералов ждали по 2-2,5 года. Уже срок прошел, уже все, уже вроде все документы собрали, по 2-2,5 года люди ждали это звание, чтобы президент присвоил. А в определенный момент у нас чуть ли не каждую неделю присваивались генеральские звания, понимаете? То есть у нас сегодня получилась ситуация, что ты звание не заслуживаешь своей службой, своему долгу Родины. Да ты его просто получаешь. Вот это беда. И с этой бедой вот все приходят, говорят, что нужно на учение ехать. А почему вы не начинаете заниматься внутри? И вы говорите, вы нарушили устав. Так они не только устав, они нарушили основной закон страны, они нарушили конституцию в первую очередь. То есть тут до устава, пока мы дойдем, еще где-то 5 или 6 нормативных актов, которые действуют в Республике Молдова, которые нарушены. Что такое постановление правительства? Оно обеспечивает нормальное функционирование закона. И если по закону только главнокомандующий дает добро, то чем вы улучшили, каким способом вы своим постановлением улучшили в данном случае работу закона? Никаким. Понимаю. Ну вот если продолжить тему двойных стандартов. Смотрите, сегодня получилось благодаря усилиям главы государства, открылся рынок России для сельскохозяйственной продукции. То, чего так долго ждали наши фермеры. И это одно направление в нашей экономике. А, кстати, понимаете, экономика сегодня диктует и политику. Политика продолжения экономики, такой вот постулат. Но, опять же, двойной стандарт. Приезжают российские журналисты в нашу столицу, их отправляют обратно в Москву. И получается, что с одной стороны мы понимаем необходимость российского партнерства, а с другой стороны есть правительство, которое считает, что нет в этом необходимости. Вообще нет смысла поддерживать, будем говорить, не обязательно тесные, не обязательно теплые, а просто нормальные взаимоотношения. В нормальном, в культурном смысле, в экономическом, что необходимо, и в политическом. Потому что сегодня без поддержки тех или иных стран очень сложно демонстрировать свою внешнюю политику. И так, получается, мы демонстрируем постоянную зависимость от, в данном случае, от Евросоюза, от западных, так называемых, партнеров. Потому что трудно называть государство, которое являетесь или называет себя партнерами, но никак не вот это партнерство нас не делает почему-то богаче. Так и продолжается, больше ста человек в день уезжает из страны, навсегда покидают. И тает население нашего государства, несмотря на то, что, например, не так давно было опубликовано, что у нас 3 миллиона 400 тысяч избирателей. Это с нерадившимися. Нет, я вам скажу, по поводу избирателей все правильно, абсолютно правильные данные. Здесь придраться невозможно, потому что это, кто такие избиратели, да? Это те, кто зарегистрированы официально в регистру и имеют молдавское гражданство. Они же не сказали, что это 3 миллиона 400 тысяч проживающих на территории Республики Молдова. Они просто говорят, что это вот зарегистрированных в регистру граждан Молдовы, имеющих право голоса. Вот что такое 3 миллиона 400 избирателей. Реально сегодня на территории Республики Молдова находится около 2-2 200. На выборы выходит стандартно от 1 миллион 560 до 1 миллион 800. Это статистика последних 17 лет. Она продолжается. По поводу двойных стандартов, вот вы говорите, что вроде бы наладили, да, а тут правительство ставит. Вы правильно сказали, политически. А назовите мне, пожалуйста, сегодня в правительстве политиков, назовите мне, пожалуйста, скажем так, в большинстве парламентском, да, политиков. Я почему-то вижу в основном бизнесменов. А теперь давайте посмотрим, что для бизнесмена лучше. Ему важнее получить откуда-то грант, прибыль, доход. И если он имеет вот с этого кусочка это, зачем ему смотреть? А еще вот откуда он имеет эти финансы, да, откуда он это все получает. Ему говорят, нет, слушай, нам те мешают, ты их убери. Они нам конкуренты, да, мы говорим о бизнес-среде. То, соответственно, что мы делаем? Мы конкурента пытаемся дискредитировать, мы конкуренту пытаемся ставить палки в колеса, мы конкурента пытаемся убрать с поля игры. А теперь переходим на наше государство. Скажите, пожалуйста, все, что вы сверху продемонстрировали, вам не кажется, что эта картина одна и та же? У нас сегодня правительство занимается не политикой, как это должно быть. У нас сегодня правительство занимается бизнес-интересами. И пока у нас сегодня не сядут политики, технократы в правительство, у нас не будет порядка. И мы не восстановим отношения с Россией добропорядочные. Игорь Николаевич сегодня делает очень много шагов, чтобы восстановить мосты. Потому что мосты у нас были еще с Советского Союза, построенные, бетонные. Их вот с начала 90-х годов постоянно рушили. Понимаете, то там разобрали, то там разобрали, то одно эмбарго, то второе, то третье. Но рушили постоянно, да. Вот пошел путь на восстановление этих мостов. Но включаются бизнес-интересы, которые говорят, слушай, слишком быстро. Или вообще зачем восстанавливать этот мост? А ну-ка давайте-ка помешаем им. Что происходит? Происходит то, что мы видим. Персоны Нонграды не пускают журналистов, не пускают певцов, я вам больше того скажу. Не пускают известных адвокатов российских, которые просто едут в гости к родственникам. Даже не на территорию Приднестровья. К нам, в Молдову. Ну что, неужели человек, приехавший просто так в гости, ну да, он там в Москве, может быть, там или в Питере, или еще в каком-то городе, да, известный адвокат. Ну сюда он приезжает как частное лицо, как просто гражданин России. Почему его не пускают? Держат полтора часа в накопителе, потом отправляют обратно без объяснения причин. Это вы считаете тоже нормальным? Нет. То есть палки в колеса нужно ставить везде. То есть нужно, чтобы сегодня вот те же журналисты, те же адвокаты, те же певцы, да, артисты, приехали в Россию обратно и начали рассказывать, что не едьте туда, там плохо, там не пустят. Там произвол, чего добиваемся, естественно, это все доходит до верхов Российской Федерации, те начинают принимать меры. Вот для чего это всего делается. То есть когда политик... Получается разрушить то, что пытается строить президент. Даже я сказал бы так, разрушить то, что наконец-то появился один политик, который понимает, что сегодня нужно дружить и с Западом, и с Востоком. Что нужно вот по политическим критериям выбирать лучшее здесь, лучшее здесь. Что рынки, то есть придя к нашему бизнес-сообществу спросить, ребят, вы где хотите работать? Тут уже очень все просто. Фермеры говорят, мы хотим в России. А допустим, какие-то производственники скажут, а мы бы хотели в Европе. Значит, что нормальный политик делает? Он налаживает для фермеров сюда дорогу, а для этих производственников сюда дорогу. И создает условия. И создает условия для того, что вот я вам создал условия. Вы начинаете работать, у вас становится прибыль. Вы можете реинвестировать себе в предприятие. Создайте рабочие места. Дайте налоги в бюджеты. Тогда все по-другому становится. И тогда работа идет по-другому. И население начинает жить по-другому. А когда это все не делается, а наоборот ставят, вот как вы говорите, тот же фермер. Пошло наконец-то у него работа с Россией. Потихонечку он начал людей нанимать, пахать свое поле, закупать удобрения, сеять новые... Строить планы. И тут ему перекрывают кислород, потому что выслали или объявили персоны нон-грата. Он приходит и говорит, ребят, я вас нанял. Ну вот видите ситуацию, платить мне нечем. Те люди, которые у него работали, что делают? Собирают чемодан и 100 человек в день выезжают из территории Республики Молдова. Вот к чему это приводит. Потому что во главе правящего большинства, во главе правительства сидят не политики, которые думают о государстве Республики Молдова. А именно бизнесмены, которые думают больше, как, где и по каким методам работать. Ну вот не секрет, что для многих из нас самое дорогое сегодня это то, что мы называем своим домом, своей родиной. Но то, что от него сейчас, от этого дома мы наблюдаем, то есть в каком состоянии он находится, вызывает даже не просто огорчение, а тревогу. Потому что на сегодняшний день, смотрите, у нас нет фундамента. Его как термитами разъели унионисты, те же бизнесмены, которым, знаете, присосавшись к бюджету, высосали из него все, что можно. Так сказать, и на ходу этот миллиард, если и не один наверняка, если все начинают все процессы экономического характера, отслеживать с начала 92-го года. В политике, которая, уже, наверное, имен их не вспомнить, но каждый успел наследить в этом доме так, что оставив грязь на тех местах, которые, ну, когда-то мы сохраняли как память о лучшем своем прошлом. И в этой ситуации вот наблюдаем, ну, вот, знаете, двойственность во всем. Есть люди, которые еще видят свое будущее здесь, ну, хоть во всяком случае в каком-то противостоянии, во всяком случае, живя в надежде, что все изменится. И есть люди, которые понимают эту ситуацию по-своему и думают, ну, вот я еще здесь кто-то, и для меня важно как можно быстрее, как можно, так сказать, динамичнее из этого состояния, в котором я нахожусь, будучи там депутатом, будучи бизнесменом приближенным кормушки, как можно больше получить, ну, для того, чтобы обеспечить свое будущее. Ну, наверняка не в этой стране, не у себя на родине. То есть, и поэтому, возможно, все. Возможно, чтобы армия не подчинялась главнокомандующим. Возможно, что в Конституционном суде находятся граждане совершенно другой страны. Возможно, что правительство будет принимать такие решения, которые не поднимают экономику, а губят. Возможно, даже, знаете, это открывает дверь в такие возможности, которые мы себе даже предположить не можем. Мы даже не знаем, что запланировано в будущем, и где эти воины могут принять участие, потому что, в принципе, возможно, все. Ну, вы знаете, по этому поводу наши граждане, вот, меня зачастую очень всегда сильно удивляют, да. Я объясню в чем. Мы всегда как? Вот идет предвыборная кампания, да, и мы там, вот, мы проголосуем за этих, мы проголосуем за этих, мы проголосуем за этих. И после того, как голосуем, ой, мы ошиблись, мы не за того голосовали. Зачастую это происходит по одной простой причине. Граждане никогда не слушают, что люди говорят. Граждане никогда не читают, что люди говорят, да. То есть, как это происходит? А, я его знаю, ко мне бадя Вася пришел вечером, налил мне два бокала вина и сказал, что он классный человек. Да, и мы идем за него по этому голосовать. Понимаете, вот как происходит сегодня. Как сарафанная агитация. Да, это самое действенное на сегодняшний момент. Но меня радует одно, да, что у нас люди начинают прозревать, да, у нас люди становятся, с учетом последних 21 века технологии, начинают больше читать, начинают анализировать, начинают быть более высокообразованными и все-таки следят за тем, что происходит и уже критикуют более точечно, а не как это было. Выход из этой ситуации для нашей страны я пока на сегодняшний момент, хотя я был раньше сторонником парламентской республики, ну, исходя из опыта Израиля, исходя из опыта Германии, исходя из опыта Италии. Это, ну, довольно солидные страны, которые приводят, да, но вижу, что сегодня, если мы хотим навести порядок в этом государстве, сегодня, если мы хотим, чтобы действительно наши граждане начали получать патриотизм, поверили в том, что это пойдет, скорее всего, нам нужна президентская форма правления, да. Почему? Я не зря это скажу. То есть, от того, что становится президентской формой правления, это не значит, что парламент теряет свою роль, да, но при президентской форме правления, это вот, опять мы приведем пример классической президентской формы правления, это США, да, где Конгресс вполне может наложить вето на решение президента и играет большую существенную роль, но правительство, это именно та власть, которая действует в интересах страны, в интересах народа. И главой при президентской форме правления исполнительной власти, то есть правительства, является сам президент. Президент всенародно избранный. То есть, вы сами понимаете, что это такое. Если я всенародно избранный президент, и я являюсь главой исполнительной власти, я сам себе подбираю команду. Я не должен сидеть перед 101 депутатом и говорить, он мне нужен, он мне не нужен или бояться, проголосуют мне за какую-то кандидатуру или нет. Я выбрал, я официально опубликовал, кто эти люди, что я им верю, и они поведут в правильном направлении. Если это не так, перед парламентом я отвечаю, да, и министры мои не говорят, а я иду к избирателям и перед ними отвечаю и говорю, что я сделал. Ведь понимаете, в данном случае многие юристы забывают, когда обсуждают конфликт между президентом и правительством, с которым мы с вами начали программу. У нас есть шестая статья Конституции, которая говорит о разделении властей в Республике Молдова. То есть, что у нас существует три ветви власти. Судебная, законодательная и исполнительная. То есть, суды, парламент и правительство, чтобы было более понятно. Говорят, ну а где же президент? Так вот, основным принципом разделения властей в любой стране, причем законодателем моды является опять-таки США в этом направлении, это система сдержки противовесов. То есть, что она означает? Что ни одна власть не имеет права брать на себя полномочия другой власти. Ни одна власть не имеет права вмешиваться в дела другой ветви власти. И ни одна власть, но все власти между собой подотчетны друг другом. Президент в нашем случае является вот этим стержнем сдержки противовесов. Как в взаимоотношениях с парламентом, промульгация законов, возврат обратно, роспуск парламента и так далее. И в правительство. Ведь правительство, да, вот ум доверия правительству дает парламент, но назначается оно указом президента. Ведь министры увольняются и назначаются по предложению премьер-министра президентом страны, а не кем бы то ни было. Так вот, в данном случае, что сделало правительство? Оно нарушило и этот принцип основной международный, европейский, который идет еще со времен Аристотеля. Она залезла на полномочия вот этого стержня сдержки противовесов. То есть на полномочия именно президента страны. Под занавес хотелось с вами обсудить еще одну такую тему. Тут сразу и двойные стандарты, русофобия и тоже и одновременно тема, которая близка нам, журналистам. Я знаю, что вы участник подготовки круглого стола, посвященный тому, как функционирование русского языка в средствах массовой информации. Ну, скажем так, не только русского, а вообще языка в республике. Да, проблема. Вот если можно поподробнее, на что, какие именно акценты хотелось бы расставить вам вот в этих дискуссиях, которые будут проводиться в рамках круглого стола? Ну, мы не зря решили собрать этот круглый стол и нельзя говорить о том, что это будет проблема только русского языка. К сожалению, у нас, к большому сожалению, я могу сказать, что у нас сегодня в республике Молдова есть проблема и государственного языка. То есть, то, что русский язык пытаются вытеснить, принизить его функцию, идет несоблюдение категорическое законов и в области здравоохранения, и в области образования, и в области СМИ. И я могу перечислять еще, нам, по-моему, даже ни одной, ни двух, ни трех передач с вами не хватит. То есть, цель этого круглого стола, касаемо национальной комиссии, касаемо русского языка, именно вывести вот эти проблемы, которые сегодня существуют, да, с названиями городов и сел, с теми же законом о лекарствах, что нет инструкции на русском языке в лекарствах. В образовании, да, что вообще русский язык исключен из кодекса об образовании, как язык обучения, и его не существует такого. Поэтому у нас закрывают русские школы, у нас нет во многих университетах русских групп и так далее, я имею в виду на русском языке обучения. От этого страдают и Гагаузия, от этого страдают и Приднестровье, Тараклия, и украинцы, проживающие здесь, русские, ромы и так далее, и тому подобное. У нас много проблем, причем эти проблемы, которые поднимала и Генеральная ассамблея ООН по поводу имен и отчеств. Ну, давайте простой пример, да, то есть если на русском языке Иванов это мужчина, Иванова это женщина, то на молдавском Иванов, Иванов это одна фамилия, то есть нет понятия Иванова. Мужского, женского рода. Да, но когда ты, я по свидетельству о рождении, если я родился в советское время, был Иванова, а потом стал Иванов, для других государств это другой человек. И я, соответственно, да даже и для государства Молдова, и когда я хочу подтвердить свое наследство или еще что-то, у меня возникает много проблем. Потому что здесь в свидетельстве о рождении написано Иванова, а здесь Ивановы. Понимаете, я должен идти и доказывать, что я один и тот же человек, и это мне создает государство. Но есть проблемы и с использованием молдавского языка. Ну, давайте далеко не будем ходить, последнее изобретение нашего парламентского большинства это кодекс об образовании. У нас по конституции Республики Молдова, по закону о функционировании языков четко прописано, что на территории Республики Молдова действует молдавский язык. А в кодексе об образовании написано, что обучение происходит на румынском языке. То есть у нас даже вот здесь пытаются не то, что мы с вами выше говорили, принизить русский язык. У нас молдавский язык пытаются вытеснить с нашего государства. У нас молдавский язык пытаются уничтожить. Хотя уже есть много подтверждений. По поводу появления молдавского языка. В каком году? Что он появился раньше, чем румынский язык. На это никто не смотрит. У нас постепенно идет тенденция выдавливания не только языков национальных меньшинств, но и государственного, нашего родного молдавского языка. Вот мы и решили создать вот такой круглый стол, который будет проведен в конце сентября. И где мы эти вопросы будем поднимать с участием европейских структур, с участием международных структур, с участием филологов, политиков, политологов и иных заинтересованных людей, чтобы показать нашим властям, что вы делаете. Вы уничтожаете государственность. Извините, по конституции. Тот, кто уничтожает государственность, признается преступником. Это уголовно наказуемое на наказание. Но как-то мы не заметили, чтобы эта статья работала, потому что, видимо, много поправок существует к этой законодательной норме. И я, как и все граждане Молдовы, наблюдаем, что официально существуют партии, которые призывают фактически к уничтожению Республики Молдова, а к воссоединению с Румынией. И никто ими не хочет заниматься. И никто ими не хочет заниматься, применяя законодательство Республики Молдова. Смотрите, это мы приходим опять к тем же двойным стандартам. То есть сегодня правительству выгодно, чтобы бегали по площади и в парламенте, где еще там бегают, камни охраняли, с танками игрались, чем они там еще занимаются. И кричали «ЖОС Молдова», «Унирия», «С Румынии» и так далее. Пока это выгодно, я понимаю, но мы не должны молчать. Давайте так, по-честному. У нас сегодня у униянистов на территории Республики Молдова от 7 до 9%. Но где остальные 90? Почему мы молчим? Вот почему 90% должны терпеть выходки 9? Я считаю это в корне неправильно. И я надеюсь, что мы этим круглым столом поднимем не только вопрос русского языка и проживания национальных меньшинств и права их на территории нашего государства, но и молдавского языка, нашего родного государственного. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор Права Сергей Мишин. Обсуждали много тем, будем обсуждать и в следующих программах достаточно много интересных тем. Следите за нашими эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин